В 80-м году на этом стадионе «Локомотив» мы выстроили высшую лигу тогда Советского Союза. Не надо себе выпячивать какими-то там действиями в Монтекарло. Бывает, приходишь на футбол, смотришь, ну мучаются люди. А то, что вот эти футболисты мне противены от того, что они делают на футбольном поле. Здравствуйте, в эфире программа «Спортлис». Испанский футболист Киркасилес однажды сказал, не бойтесь соревноваться с теми, кто сильнее, непобедимых не существует. И сегодня поговорим об игре, которая буквально захватила весь мир с легендой крымского футбола. Знакомьтесь, Валерий Петров. Здравствуйте. Валерий Петров, советский футболист, нападающий. Играл за «Севастопольский авангард» и «Семперопольскую таврию». Мастер спорта СССР. Тренировал клубы «Чайка», «Таврия», «Севастополь» и «Титан». Главный тренер сборной Крыма по футболу. Что можете мне показать, как человеку, который в футбол играет очень редко? Ну, первое, что в футболе, когда начинают детишки играть, есть вписанные правила, с чего начинается родина, а с чего начинается футбол. Значит, первое, что это ведение мяча. Второе, это пас или передача мяча. И третье, остановка. Вот эти три важных правила, на которых отжидится футбол и которые начинаются. Это все равно, что, если ты не освоишь эти три элемента, то все равно, что ты азбуку не знаешь. Ты знаешь только от А до Ф, а остальные ты не знаешь. Поэтому будешь разговаривать на эсперанто. Вот когда подходишь к мячу и вот так вот бьешь. Дальше что? Немаловажный деталь. Это начало упражнения. Дальше что? Идет координация. Значит, когда дается передача, так называемое идет складывание. Складывается, рука ближняя идет за спину, это идет сюда. И корпус наклоняется чуть назад. Смотрите, вот я показываю. Раз. Давайте потанцуем. Два. Три. Вы левша? Да. Раз. Два. И корпус чуть назад. Так, давайте. Давайте. Пробуем. Получается. Ура. Это называется приобретение навыков. Ловишь, бросаешь. Получишь. Получится. Давай, 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 делай, делай, делай. С чего начался ваш футбол? Ну, мой футбол, как и многих моих сверстников, советский. В советское время начинался с улицы, со двора. Было такое интересное соревнование «Кожаный мяч». Вот, уникальное соревнование, когда мы сами собирались, сами назначали тренера, капитана команды. Вот. И с удовольствием участвовали в этих соревнованиях. Они были очень большого масштаба. Это была массовость, да. И массовость, причем, никто никого не заставлял. Мы сами все это делали. Сами покупали обувь. Ну, и сами родители были в шоке. Там об избитых туфлях, там ботинках и всем остальным. Кеты. Это было что-то такое сверхъестественное. Особенно китайские кеты были такими. С двумя видами земли. Это были уникальные вещи. Вот. Потом я в 12 лет попал в детскую футбольную школу. Потом была служба в военно-морском флоте в команде «Черноморец». Три года. Потом любительский клуб «Чайка» Севастополь. И потом небезызвестный нас ныне поконя Заяев просто зашаманил меня на третий раз. Я уже сдался. И вот как раз сложилась такая ситуация, что 80-й год. Я пришел в 1979-го. И в 80-м году на этом стадионе «Локомотив» мы выстрелили в высшую лигу тогда Советского Союза. В 81-й год мы играли в высшей лиге Советского Союза. Об этом помню, наверное, и мои одногодки, и те, кто постарше. Это было событие для Крыма, вообще для Севастополя. Пошли, 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 пошли. Корпус прямо держит. Прямо корпус. Остановка мяча. Остановка мяча. Погодите мне мяч. Первое, что. Остановка самая простая. Раз. Мяч остановит. Попробуй. Давайте. Опа. Я профессионал уже. Еще раз. Я хочу посильнее. Давайте. Да, все. Уже можно записывать в школу. Все, уже могу. Прямо, знаете, сколько прямо? Раз, наклонились. Сегодня футбол, такое сложилось у людей мнение, или любят очень, или не любят совсем. И не любят чаще всего из-за вот этих многомиллионных контрактов. Как вы к этому относитесь? У нас была искренность любовь к футболу. У нас не стояли деньги на первом месте, да? У нас стояла искренность любовь к футболу. Когда мы выходили на этот стадион «Локомотив», когда он полностью был до отказа займет болельщиками, сейчас говорят фанами, да? Ты не мог плохо сыграть. И когда при неудачной игре какой-то, ну, мы проигрывали. Мы не шли в бары, как футболисты сборной России в Малакарло отдыхали, да? Мы прятались, мысли закоулками, нам было стыдно за проигранную игру, за то, что мы не оправдали ожидания этих людей, которые пришли за нас поболеть. Болеть, действительно, за нас, да? Сейчас мировоззрение людей перевернулось, в том плане, мне нужно что-то вырвать как можно быстрее, потому что мой футбольный век, психология изменилась этих людей, да? Воспитание. Все-таки продолжим тему с контактами. Не кажется ли вам, что футбол в таком случае отошел для некоторых футболистов на второй план? Ну, как в случае с Кокориным Мамайом, если говорить об их поведении. Я абсолютно с этим согласен, но это, наверное, в первую очередь проблема тренера, потому что тренер должен видеть, когда, так говоря, футболист принимал звезду, вот, это его. Ну, и бывает тренер, который пускает на тормоза, потому что футболист делает результат. Тот же, как Кокори, Мамайо, да, там, один в этой позиции, другой в этой позиции, да, они им нужны, поэтому и гладят по головке. Когда они начинают садиться на голову, поиск, как говорится, уже ушел. Вот, было такое замечательное в советское время, показательные такие явления, значит, каждому по труду, каждому по способностям, да. Вот, ну, бывает, что не по труду и не по способностям платят деньги люди, там, есть соответствующий пиар, там, не надо себя выпячивать какими-то, там, действиями в Монте-Карло, показать, что ты в Монте-Карло покупаешь бутылку шампанского, там, условно говоря, за тысячу или две тысячи евро, да. Ты одень детишек вот этих, которые форму оденет, там, я не знаю, в дом престарелых привезли продукты какие-нибудь, да, покажи себя, что ты нормальный человек. На носочках, на носочках, бежите на носочках. За время того, как вы играли и вот сейчас, как изменился крымский футбол? В лучшую сторону или наоборот? Вы знаете, я иногда смотрю ретро-футбол, чемпионаты мира, лигу чемпионов, да, футбол сейчас стал очень скоростной. Сборная Советского Союза на чемпионате мира в 66-м году в Англии заняла третье место. Они приехали в аэропорт, их никто не встретил. Им дали 750 долларов. Третье место они на чемпионате мира заняли. Сейчас мы заняли восьмое место, полугерои, там, я не знаю, кто такие, понимаете? Вот, они бились за страну, они бились за результат для страны. Это было уважение болельщиков, да? А, ну, вот приходишь на футбол, смотришь, ну, мучаются люди. Сейчас часто смотрю футбол и наблюдаю вот эти все артисты на поле, когда немножечко задели и все, уже упал, уже больно. Как к этому относитесь, к такому поведению? Ну, вы знаете, я хочу подобрать такое слово, какое-нибудь такое, более-менее. Приличное? Да, приличное. Ну, не противное просто, понимаете? Ну, я не могу даже, вот, тот же Неймар, да? У них другая философия этого всего. Там, знаете, здесь такое выражение, там понты дорожные денег. Вот он-то провелся, и все говорят о нем, весь мир, кто его, все говорят о нем, о Неймаре, да? А кто-то, мужик такой, просто там, долбится там, о нем не говорят, да? А вот эти понты, когда он катился, там метров 200 катился, наверное, да? Видно, как с горочкой он там упал, там, пока там не было какой-то, чтобы его остановить. Вот, это понты. Взять Месси, ему тоже бьют, но у него нет понтов. А то, что, знаете, футболисты, мне противно от того, что они делают на футбольном поле. Ходится плюнуть там в экран прямо и забыть, и забыть про него. Делаем последний раз, левым боком повернулись. Левым боком, левым, пошли, левым. Заходим в кудра. Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. И пошли, и пошли, и пошли, и пошли. Нет, мне кажется, мне не быть футболистом, но давайте попробуем. Параде. Так, ну, так, вроде понятнее. Теперь на сняло, только побыстрее. И с теми же движениями, да? Да, ну, не надо сильно там было ускоряться. Ага. Только пробуем. Так. Как-то так. Давайте поговорим о кремском футболе сегодня. Сегодня он в достаточно таком затруднительном положении, в плане того, что наши футболисты не могут выехать, да, даже на материк. Что делается сегодня для развития футбола в Крыму? Я знаю, что вы к этому непосредственно причастны. Если я переезжаю вперед, события, да, у нас должна быть академия футбольная. Там уже будет подход профессиональный. Там уже не будет набор, а там будет отбор. По качествам футболистов. Там различные параметры есть, да, для того, чтобы набирали. Когда она может появиться? Она должна появиться, ну, 1 сентября это 100%, да, а где-то в мае будет отбор, а в июле, в июле, в середине июля уже начнутся учебно-тренировочные сборы. Это бесплатная школа? Да. Это радует. Да, для родителей, да, это большая помощь. И, причем, там условия, я не видел таких условий в Крыму, не, наверное, ни с такого возраста, ни такой, какой сейчас есть, да. Это все, ну, скажем так, песня. Это песня для того, чтобы ты вышел за 10 метров в 4 футбольных поля. У тебя двухместный номер с плазмой телевизора. Мы когда-то все равно туда придем, значит, в российский чемпионат, мы уже придем с тем багажом, который, наверное, удивительным будет для них, потому что мы это уже, ребята, мы уже умеем все. Мы не просто пришли там из-за угла, нас усняли оковы, и мы тут пришли к вам работать, чем-то удивлять. А мы многих можем удивить. Каждый спортсмен – это история крымских побед и стремлений, о которых следует помнить и знать. С вами была Анастасия Бойко. До встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!